Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задачу из учебника математика 6 класса автор Мерзляк-Полонский и Кир под номером 1341. Велосипедист выехал из дома на прогулку. Сначала он ехал 2 часа со скоростью 12 км в час. Что мы можем узнать, зная скорость и время в пути? Мы можем узнать, какое расстояние он проехал. Чтобы найти расстояние, нужно скорость умножить на время. То есть 12 мы умножаем на 2, получаем 24 км. Он проехал через 2 часа пути. Итак, через 2 часа пути он проехал расстояние 24 км. Затем у него был час отдыха. То есть у него была нулевая скорость, пока он отдыхал. И он был всё на том же самом расстоянии. Итак, через 3 часа он отдыхал. Он был на том же самом расстоянии. Далее он отправился домой. Домой он ехал со скоростью 8 км. То есть он был на расстоянии 24 км от дома. А скорость, с которой он поехал, была 8 км в час. Как нам узнать, сколько времени он был в пути до дома? Правильно. Нам нужно с вами расстояние разделить на скорость. Расстояние у нас 24 км. Делим на скорость на 8 км в час. И что мы с вами получаем? Мы с вами получаем 3. 3 часа дорога до дома. После остановки. Итак, прошло 3 часа. Он закончил отдыхать и поехал домой. То есть через сколько часов он будет дома? Через 3 часа. Значит, сколько времени он был на прогулке? Как об этом узнать? К 3 прибавляем 3, получаем 6 часов. И расстояние у нас будет 0. В общем-то мы с вами готовы, чтобы начертить график. Итак, у нас будет ось времени и ось расстояния. Ось расстояния у нас будет ось ординат, а ось времени ось абсцисс. Итак, у нас ось расстояния. Расстояние это ось ординат. Он уехал, наш мотоциклист, велосипедист, на расстояние 24 км. И время его прогулки было 6 часов. Ну а теперь давайте отмечать наши точки. Итак, вначале он был дома. Итак, отмечаем точку начала координат. Ось ординат. Через 2 часа он оказался на расстоянии 24 км. Поднимаемся вверх. Далее у него была остановка на расстоянии 24 км. И его остановка длилась целый час. И с 3 часов до 6 часов он ехал домой. Все, нам осталось только соединить эти точки. Вот мы с вами и составили, построили график движения велосипедиста. За 2 часа он проехал 24 км. Затем он не проехал ни одного километра. Он отдыхал. И затем 3 часа он ехал домой. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если есть вопросы, задавайте их в комментариях к нашему видео. А также заходите в наши группы в соцсетях.